Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. И вначале расскажем о погоде. В Карачаево-Черкесии сегодня без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 2, плюс 3. Местами до 8 градусов мороза, а днем плюс 4, плюс 9. И местами будет до плюс 17. В Черкесск пришла весна. Сегодня без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 0, плюс 2, а днем 15-17 выше нуля. Ветер южный 5-10 метров в секунду. В эти минуты в нашей студии будут говорить моя соведущая Бэйла Джазаева и автор книги. Доброе утро всем. Доброе утро, Лариса. Я безмерно рада видеть вас у нас в гостях. И сразу хочу поздравить вас с выходом вашей очередной, уже девятой по счету книги. Что касается вот этой книги, святая суть Абазара, она для вас особенная. Почему особенная? Хочу объяснить немножко нашим зрителям. Вот вы сейчас сказали о том, что в голове держали эту тему много-много лет, когда стали понимать, кто вы, когда вы хотели узнать, кто вы. И тема традиции, обычаев абазинского народа, она затрагивалась и в других ваших произведениях, но здесь она идет красной нитью. Мне бы хотелось узнать, книга вышла в это непростое время, она в такой яркой обложке. Какие у вас ощущения? Ну, конечно, я очень волновалась, очень в непростой для меня лично период, потому что я, как Николай Островский, лежа в постели, можно сказать, завершала эту книгу, сломала ногу, но я решила из своего несчастья извлечь для себя такое творческое свое счастье, потому что у меня случился период, когда я могла отвлечься от всего и все внимание обратить на эту книгу. Я очень переживала, потому что время идет, нужно было раскрывать вот эту вот заявленную давно уже тему, и вот это мне удалось, сразу хочу выразить свою благодарность Мусе Хабалевичу Экзекову, президенту общественной организации Алашара, который, он знал о том, что я работаю над этой темой, над этой темой заинтересовался, и вот с его помощью вышла эта книга, иначе, конечно, я бы ее не осилила. Хотелось бы, чтобы вы честно ответили вот на такой вопрос. С годами ваши произведения стали глубже, стали интереснее, на ваш взгляд? Ну, это пусть читатель скажет. Но, вы знаете, было, иной раз я вот перечитываю, и думаю, слава богу, что я это уже написала, потому что сейчас вот так я бы уже, наверное, не написала, а это, в общем-то, не есть хорошо. Все это должно быть в динамике, потому что не в одночасье это случается. Как-то все-таки, конечно, нужно пробираться по пути по своему непростому творческому, что-то набирать, какие-то обороты, но все равно вот эта вот наивность первозданная, да, вот когда ты веришь в чудеса, во многое, это очень важно, чтобы оно присутствовало в творчестве. Но вам не надо скромничать. На самом деле вы являетесь, вот на мой взгляд, и, думаю, не только на мой взгляд, одной из самых ярких звезд литературного небосклона абазинского народа, да и вообще всей Карачао-Чешкесии, всего Северного Кавказа. Спасибо, Байлочко. Я благодарю вас за то, что вы дарите свои произведения своим читателям, и благодарю за то, что вы были гостьей нашей программы сегодня утром. Спасибо вам. Спасибо большое. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия-1». Ровно в 9 смотрите программы «Черкесской редакции», а в 14.30 – «Вести» с Аллой Динаевой. Удачного вам дня и встретимся завтра. Все, что вас радует, обязательно будет. С кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,5% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Пятигорский государственный университет приглашает абитуриентов и родителей на дистанционный день открытых дверей по программам высшего и среднего профессионального образования. Присоединяйтесь к онлайн-трансляции на официальном сайте университета pgu.ru 13 февраля в 12.00. Перенестись во время непросто. Никогда прежде музей не был таким реальным. Здесь начинают чаще биться сердца. Здесь мурашки по коже. Здесь понимаешь истинную цену жизни. Пройди этот путь. Проживи это время. Музей Победы. Экспозиция «Подвиг народа». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова